Добро пожаловать на канал StartAndroid! Продолжаем осваивать андроид-разработку. На уроке 23 мы узнаем, в каких состояниях может быть Activity. То есть рассмотрим Activity Life Cycle. Поведение Activity при создании, вызове и закрытии. Рассмотрим теорию. При работе приложения мы создаем новые Activity, закрываем старые, сворачиваем приложение, снова открываем и т.д. Activity умеет обрабатывать все эти движения. Это необходимо, например, для освобождения ресурсов или сохранения данных. В Help достаточно подробно это описано. Созданное при работе приложение Activity может быть в одном из трех состояний. Resumed Activity видно на экране, оно находится в фокусе, пользователь может с ним взаимодействовать. Это состояние также иногда называют running. Post Activity не в фокусе, пользователь не может с ним взаимодействовать, но его видно. Оно перекрыто другим Activity, которое занимает не весь экран или полупрозрачно. Stapped Activity не видно, полностью перекрывается другим Activity, соответственно оно не в фокусе и пользователь не может с ним взаимодействовать. Когда Activity переходит из одного состояния в другое, система вызывает различные его методы, которые мы можем заполнять своим кодом. Сематично это можно изобразить так. Для упрощения понимания я дал краткое описание состояний в скобках под названиями, а крестом обозначил отсутствие Activity. Итак, мы имеем следующие методы Activity, которые вызывает система. OnCreate вызывается при первом создании Activity. OnStart вызывается перед тем, как Activity будет видно пользователю. OnResume вызывается перед тем, как будет доступно для активности пользователя. Взаимодействие. OnPause вызывается перед тем, как будет показано другое Activity. OnStop вызывается, когда Activity становится не видно пользователю. OnDestroy вызывается перед тем, как Activity будет уничтожено. То есть эти методы не вызывают смену состояния. Наоборот, смена состояния Activity является триггером, который вызывает эти методы. Тем самым нас уведомляют о смене и мы можем реагировать соответственно. Посмотрим на практике, когда и в каком порядке вызываются эти методы. В этом уроке нам надо будет эмулировать события смены ориентации экрана. Но эмулятор с Android 2.3 делает это криво, поэтому в проекте будем использовать версию 2.2. Для этого надо создать новое AVT по версии 2.2. Создадим проект. Обратите внимание, используем Android 2.2. ProjectName p023.1 oneActivityState. Layout не меняем, он нам сейчас не важен. Открываем MainActivity Java. Там, как обычно, код по умолчанию. Мы видим, что реализован уже знакомый нам по схеме метод onCreate. Повторюсь, важно понимать, что этот метод не создает Activity. Создание это дело системы, то есть система сама создает Activity, а нам дает возможность немного поучаствовать и выполнить свой код в методе onCreate. Мы этой возможностью пользуемся и говорим системе, что Activity должна отобразить экран из r.layout.main. Добавим все остальные методы схемы и в каждый добавим запись в log. При реализации этих методов обязательно вызывайте соответствующие методы суперкласса и обязательно перед вашим кодом. Каждый метод содержит вызов метода суперкласса, и свой код расположен после этих вызовов. Теперь, когда методы будут вызываться, мы будем видеть это в логах. Настроим фильтр на тег states, чтобы не искать свои сообщения в общей куче логов. Как это делается, мы проходили в уроке 12. Все сохраним и запустим приложение. После того, как запустилось, смотрим лог. Activity создалось. Прошло два состояния, stopped и Post. И теперь находится в третьем состоянии, Resumed. Т.е. оно создалось , отобразилось и получило возможность взаимодействовать с пользователем . Теперь нажмем кнопку Back на эмуляторе. Activity закрылась. Смотрим лог. Activity проделывает путь, обратный созданию. Сначала теряет фокус , затем исчезает с экрана , затем полностью уничтожается . Посмотрим, как ведет себя Activity, когда происходит смена ориентации экрана. В логах снова отобразилось три метода, вызванные при создании. Теперь в эмуляторе нажмите Ctrl F12. Ориентация сменилась. Кажется, что ничего особенного не произошло. Но смотрим логи и видим. Activity полностью уничтожается и снова создается. При этом обычно выполняются процедуры сохранения и восстановления данных, чтобы не потерялись данные. И приложение сохранило свой вид. Про то, как это делается, мы будем говорить в последующих уроках. Так же есть еще метод onRestart. Он вызывается перед методом onStart, если Activity не создается с нуля, а восстанавливается из состояния stopped. Его мы рассмотрим в следующем уроке. Советую вам после этого урока почитать Help, ссылку на который я дам в описании к видео уроку. Там все очень хорошо написано, и знания лучше усвоятся. Пока что главное это понять в какой момент какой метод вызывается. А уже дальше мы будем разбираться, как это можно использовать и что там кодить. На сегодня все, а на следующем уроке изучаем смену состояния на примере двух Activity. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok